Около 30 горожан приняли участие в четвертой патриотической акции «Говорит Заречный». Стихи, проза, отрывки из художественных произведений о Великой Отечественной войне звучали у обелиска Победы. Участие могли принять все, подать заявку могли принять все до 30 лет. Также очень много молодежи по собственной инициативе пришло, и люди до 30 лет, также молодые родители с детьми. Пятилетняя Милина – самая юная участница городской патриотической акции «Говорит Заречный». Девочка рассказывала стихотворение Самуила Маршака «Мальчик из села Поповки». Как все сожгли, один мальчик остался. А почему ты именно это стихотворение захотела рассказать? Мне его мама выбрала. Три года прожил он на снеге. А что узнал и перенес? При нем испу его спалили, угнали маму со двора. И в наспех вырытой могилы лежит убитая сестра. Не выпускай, боец, винтовки, пока не отомстишь врагу. За кровь пролитую в Поповке и за ребенка на снегу. Алина Асанова узнала об акции «Говорит Заречный» из телевизионных новостей и решила принять в ней участие. Девочка захотела рассказать о тяжелой судьбе ребенка и нелегкой жизни всех советских детей в годы войны. Должно быть, слишком много сразу увидели его глаза. Все видевший, на все готовый, по грудь проваливаясь снег, бежал к своим русоголовым десятилетним человеком. Я пришла сюда, чтобы почтить память тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне. И я очень благодарна им за чистое небо над головой, что мы живем в такой мирной стране. Илья Киреев участвует в акции «Говорит Заречный» каждый год. Юноша считает, что долг каждого ныне живущего – помнить и чтить подвиг советского народа. Великая Отечественная война – это часть нашей истории, неотъемлемая часть. Воевали деды, прадеды, почти в каждой семье России есть люди, которые воевали. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся и не спою. Произведения о войне из уст детей звучали по-особому трогательно и проникновенно. Юные зареченцы уверены, что городская акция «Говорит Заречный» необходима для того, чтобы не стирались из памяти ужасы военного лихолетия и подвиг солдат, и народа, ковавшего в тылу великую победу.